Интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан исполняли около трёх тысяч наших земляков. Вся лирика горных пейзажей прошла мимо них. Для сотен солдат и офицеров Афганистан это суровая военная работа, боль от потери товарищей и ежедневный риск самому стоять двухсотым грузом. Когда мы на операции в Паншер прилетели утром, при высадке у нас сбили два вертолёта. С боевых заданий не вернулось 107 ульяновцев. Их имена сегодня высечены на гранитных плитах, наряду с другими солдатами и офицерами, погибшими в локальных конфликтах. 25 декабря члены ветеранских организаций вспоминают своих боевых товарищей и трудные годы службы. Я встретил одного товарища, у которого погиб старший лейтенант, десантник, брат. И как раз в нашей вертушке, когда высаживали, одну вертушку из ДШК пробили, и вот тогда в него было попадание. То есть вот это всё как перед глазами стоит. Ну а моменты ещё, это в колоннах были, конечно, и подрывы, и обстрелы. Всё это как вот, как вчера было. Почтить память однополчан и всех, кто не вернулся из похода, пришёл Николай Лазарев, отдавший Афганистану два с половиной года своей жизни с 87-го по 89-й. Он застал знаменитый вывод советских войск с его территории, а после оказался в гуще гражданских столкновений в Грузии. У нас был 11 февраля в 11 часов 345-й полк, отдельный порошин, десантный полк, переходил границу. Через мост мы переехали, технику сдали уже гражданским, ну как сказать, тем людям, которые служили на территории Советского Союза, а дальше выдвинулись на позицию Кирова Бада. Мы участвовали в дебилийских событиях, когда как раз в тяжёлые времена страна разваливалась. Особой же болью отзывается Афганистан в сердцах матерей и вдов. Всех, кто преданно ждал своих мужчин и сыновей, но в результате получил лишь похоронку. Татьяна Князевская в 87-м году начала собирать вокруг себя таких же, поражённых горем, женщин. Мы не разделяли тогда никого. Матери, вдовы, инвалиды. Помогали, как могли, собирались. Кому-то красили забор, кому-то газ за гараж, кому-то форточки ремонтировали, кому-то плиты меняли, кому-то моль из ковров выбивали. Возложение цветов и памятная встреча завершились. Ветераны уехали на могилы к своим павшим товарищам, разошлись вдовы и матери. В этом зимнем молчании снег неслышно падает на гранитные плиты. После он встает и стечёт по ним ручейками, будто камень оплакивает солдат и командиров, что до самого конца исполнили свой долг перед страной, которая исчезнет спустя два года после вывода ограниченного контингента войск с территории близкого, но чужого Афганистана. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73.